Книга «Открытым оком», тема «Обращение ко Христу», 15-й тонн, вопрос 2941. «Помнят ли люди ваши объявления, которые вы давали по всем учреждениям прошлые годы?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Не только помнят, но у нас есть души, которые пришли через них к Господу Христу. Псалом 70-й, 18-й стих. «И до старости, и до седины, не оставь меня, Боже, доколе не возвещу силы Твоей роду сему и всем грядущим могущество Твоего». Игнатий Тихонович один год осенью обзванивал учебные заведения и приглашал на занятия по изучению Библии в Лихтехническом институте. «Позволил, позвонил и в кооперативный техникум, где я тогда работала преподавателем. Савыч повесила в учительское объявление. Мне захотелось узнать, что это за книга, Библия. Родители у меня были неверующие, бабушек, дедушек не было в живых, я их никогда не видела. Верующих людей рядом со мной в общении не было. Я пришла на занятия. Все мне было интересно, необычно, удивительно. Игнатий Тихонович так пламенно говорил о крещении, что я, почерневшая головешка, загорелась. Сомнений не было. Надо креститься. К тому же при разговоре с домашними выяснилось, что в семье я одна не крещеная. Пошла в Покровский собор. На занятия тогда, это было в 1991-1992 годах, я ходила нерегулярно. О серьезной подготовке к крещению и не задумывалась. По-кровски пошла я с родной тетей, верующей. Никто меня ни о чем не спросил. Я не исповедовалась. Побрызгали, одели крестик и пошла я, крещеная, продолжать грешить. Ни разу не исповедовалась и не прочистилась. Слава Богу, что по моим грехам Господь не отнял желание слышать Слово Божие. Я продолжала ходить на занятия. Из техникума нас пришло на занятия несколько человек. Остались только мы с Любовью Петровной, Брыдкиной, Брыдковой. Когда, подумай об этом, плакать хочется. Ведь были много лучше меня, более достойные. Господи, как велика милость Твоя. И как набат, горячо и страстно говорил Игнатий Тихонович о таинстве крещения с полным погружением. Мною овладевает страх. Я чувствую себя погибающей. Возникает непреодолимое желание немедленно правильно креститься. И я беру дочь, и мы едем потерявку. Но готова я тогда не была. Не было полного осознания столь важного в нашей жизни события. Игнатий Тихонович был в это время в Америке. Если бы он был, он не допустил бы нас. Но тогда я, наверное, умерла бы. Такое было желание. Первая моя корявая исповедь и крещение на Дальнем озере. Благодарю моего Господа за его милость ко мне. Грешный, что даровал мне встречу с духовными отцами. За веру, за любовь, за дружбу и взаимопонимание. За любящих и любимых моих братьев и сестер. За семью, членом которой являюсь я. Благодарю моих духовных отцов за воплощение их мечты. Создание общины, где мы члены семьи. Благодарю за их попечение и заботу о нас. Как я вижу, объединение с Московской Патриархией по сложившимся обстоятельствам неизбежно. Сохранение только с нашими епископами в Тихием. Благодарению Господу и Игнатию Тихоновичу, что нам есть где молиться. Это наша относительная независимость. Далнейшую усмотрит Господь. Разлучить нас теперь смогут, только уничтожив. Капустина Татьяна Кузьминишна Иванова 62-81-37 Стихотворение «Еще бы мне не славит Саваофа, Не произносить, что Бог наш Иегова, Что выше Эвересты лишь Голгофа, Пропитанная Иисуса кровью. Как можно удержаться рано утром И на молитву к Богу не вызвать? Осознаю, что жизнь настолько хрупка, Но вновь стою, покинувши кровать. Благодарю чуть позже за зарю, За первых птиц, увиденных в окно. Я не монах, не в логове, берюк, И не затворник, что залег на дно. Благословением одеть себя прошу, На проповедь, свидетельство возвысить, Куда и как свой выверить маршрут, Пробиться к черепам усатым, лысым. Мне есть за что благодарить Творца, Перебираться по ступеням четок. Зайду к событиям, то с Богу, то с Торца. Везде чудесное, благодарение, шепот. Еще бы мне заранее не славить, Когда обут, одет, здоров и приумнее. Читаю наизусть стихи и главы, И вижу, Бог со мной по множеству примет. Особенно забота от друзей. Накормлен ли, одет ли, звонит непрестанно. От их любви не комната, музей. Столб истины на скине и стану. На удивление врагам плеяда книг. На зависть недругам свободы безложения. Жизнь спешкомолния, всего короткий миг. Кто не оценит, горько пожалеет. Со словословием, с припевом «Аллилуйя». Молитвой день закончится в покое. И бодрствует душа, хотя и сплю я. И не один, а с ангелом мы двое. Игнатий Лапкин, 2006 год.